всем привет на моем канале сегодня буду формировать букет из зефирных тюльпанов кому интересно оставайтесь со мной зефир у меня готов здесь клубничный зефир аромат стоит на всю кухню посмотрите какой плотный стабильный никуда не плывет не течет и не падает для цветов я буду использовать всего две насадки самая основная это насадка тюльпан она довольно большая металлическая на выходе здесь диаметр 5 сантиметров для ее приобретения контактную информацию оставлю под видео в описании и вот такая вторая насадка на без номера эта насадка для розы здесь примерно два сантиметра на выходе отсаживать я буду на силиконовый коврик насадку поместила в кондитерский плотный мешок чтобы не треснул насадку держу где-то на сантиметр от силиконового коврика начинаю давить интенсивно и поднимаю вверх на 5-6 сантиметров и отпускаю и и и и и и и и Если видите, что сильно загрязнилась насадка, я ножиком счистила, можно влажной салфеткой. У меня получился 21 тюльпан и вот такая часть, небольшая масса осталась у меня для листочков, поэтому сейчас окрашиваю зеленый цвет гелевым водорастворимым красителем. У меня вот такой водорастворимый гелевый краситель, приобретала его там же, где и насадку. Я добавила прямо в эту же массу и сейчас перемешиваю для окрашивания. Зефир окрасила и поместила в кондитерский мешок с насадкой для розы. Насадку ставлю вот этим широким уголком на себя, на руку и отсаживаю листочек ровненький вверх и вот так немножко под углом отрываю. Лишнее убираю, еще раз покажу, можно ровно, можно под углом. Перестаю давить и вот так тихонечко отпускаю. Осталось у меня еще немного массы, она уже остыла практически. Я ее так в ладошках грею и сделаю такие листочки. Получается, у меня узкий уголок смотрит вперед, когда я вверх двигаюсь, так и потом вниз. Для окрашивания я буду использовать сухие красители-распылители. Эти же красители можно приобрести там же, где и насадку. Возьму сначала розовый, здесь очень удобно откручивается, и в серединку, так немножко нужно взболтать, и в серединку туда напыляю. Можно по всему цветочку. Чем дальше, тем распыление будет более таким слабеньким, чем ближе, тем более насыщенным. Тут уже каждый регулируется. И немного зеленого. Для букета мне понадобится основа. Основа у меня из пеноплекса. Здесь толщина 2 сантиметра и диаметр 22 сантиметра. Можно, соответственно, диаметр больше-меньше брать. Сейчас оборачиваю в пергамент. Так, основа готова. Здесь я приклеила альбомный лист с нижней части. Почему? Потому что у меня ширина пергамента 30 сантиметров. То есть не хватило полностью закрыть подложку. И сейчас необходимо сделать ножку. Здесь шпажки у меня размером 29 сантиметров. Переворачиваю и втыкаю по кругу в центр и вокруг этой шпажки тоже. Вот так получается. Теперь все шпажки соединяю и обматываю ручку скотчем. Так, хочу кусочком пергамента сразу ножку закрыть. В предыдущем видео я выкладывала обзор на насадку и, соответственно, зефир приготовленный. И сейчас расскажу про ошибки. Во-первых, листочек, который вот здесь идет с дорожкой, он должен быть развернут вовнутрь. Это моя ошибка, на которую я сразу не обратила внимания. Спасибо, девочки, там в комментариях мне написали. Вот, поэтому это учитывайте. Дальше, когда распыляете сухой краситель, распылитель, необходимо наносить краску на еще свежий тюльпанчик. То есть, когда только осадили. Тогда краситель ложится равномерно и окрашивает серединку хорошо. Вот. Здесь я наносила уже на подсохший тюльпан стабилизированный. То есть, и краситель распылился и просто осел в какие-то уголочки и все. А здесь именно прокрашена серединка. Вот в этом варианте. Так, это вторая ошибка. И еще одна ошибка. Этот тюльпан отсаживайте повыше, потому что вот здесь он коротенький. сверху, да, можно собрать букетик, будет смотреться хорошо. Но сбоку это смотрится как не очень. Вот видите, разница в высоте, серединка и вот высота. Вот этот тюльпан у меня 4 сантиметра, а вот этот ну вот 6 и смотрится получше. И вот эти вот листочки мне нравятся, именно вот я буду использовать этот вариант, моя находка, именно насадку для розы, для осадки листочков. Тюльпан. Все, сейчас мне необходимо это все обвалять в сахарной пудре и приступать к сборке букетов. Еще раз визуально покажу вот эти вот первые мои тюльпаны с обзора и вот эти уже второй вариант. Смотрится намного лучше и красивее. цветы растут на кухне, беру сахарную пудру и честно говоря мне с силиконового коврика проще снимать с ножом. С пергамента будет лучше это все отсоединяться. Тюльпаны обваляла в сахарной пудре, даже на подносе они очень красиво смотрятся. Значит до серединки, даже чуть меньше серединки, вот буквально один сантиметр, то есть когда буду устанавливать букетик, чтобы они не слипались друг с другом, чтобы можно было свободно брать. А вот эта часть она свободна, без сахарной пудры. Так оно будет даже вкуснее, у меня иногда муж говорит, что сильно сладко, потому что сахарная пудра. У меня литровая банка, сюда ставлю мой каркас, цветы я буду ставить, крепить на зубочистке, устанавливать буду от края, то есть и вот постепенно-постепенно вот так заполнять подложку, не делайте вот так допустим по кругу, потому что некоторые цветочки могут не поместиться, либо нечем будет заполнять. Так, беру две наверное и устанавливаю цветочек. Честно говоря, делаю впервые, поэтому для меня это опыт тоже, а вы учитесь на моих ошибках и делайте выводы. Так, нужно еще правильно развернуть. в букете в самом есть пустоты, которые необходимо прикрыть. для этого вот у меня такие листочки, которые я тоже на шпажку в эти пустые места усажу. шикарно смотрится, осталось упаковать. с учетом того, что букет съедобный, его нужно чем-то обернуть, чтобы ни пыль, ни грязь, ничего при доставке допустим не оседало. Я беру вот такую прозрачную пленку с люда и приблизительно отмеряю, сколько мне понадобится, чтобы вот так накрыть сверху. для начала я возьму три кусочка пергамента, здесь у меня ширина 30 сантиметров, длина 50, то есть это три прямоугольника. складываю их вот таким образом, чтобы два уголка и вот здесь было расстояние примерно 3 сантиметра, то есть наискосок складываю. дальше я буду использовать малярный скотч, можно скотч обычный. и вот в первый лист прикладываю букетик, немножко чтобы выступал, и фиксирую малярным скотчем. я купила обычную бумажную упаковку, она идет для подарков, можно купить для цветов, все зависит от бюджета, от того какие варианты вообще есть. складываю таким же образом на уголок. здесь у меня ширина 35 сантиметров и соответственно 50 сантиметров в длину. три кусочка. и делаю то же самое, что и с пергаментом. осталось прикрыть ножку этой же бумагой, закрыть весь малярный скотч, и зафиксировать лентой атласной. ленточку завязала, теперь необходимо обработать края. букет готов. вот такой букет получился в итоге. кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. всего вам самого доброго, будьте здоровы, всем пока-пока. букет готово. букет готово. букет готово.